5 месяцев он у нас умеет делать вес и рост и девочки и мальчики по-разному избыток веса это начинают расти зубы он будет у нас и у вас есть высокоочисленных молекулярных вакцин с игрушками играет может играть сам вы начнете водить прикормы здравствуйте дорогие мамули и детки я рада вас снова приветствовать на нашем канале сегодня у нас в гостях павел и его мама даша которому исполнилось 5 месяцев и 4 дня до до и 4 дня значит если мы с вами дождались вот этого периода 5 месяцев то когда я говорила что месячный ребенок это что кушает спит и кричит на плачет то 5 месяцев это уже ребенок уже совсем другой это человек который большую часть времени что бодрствует и меньшей степени что спит да поэтому в этот период 5 месячным ребенком вы можете заниматься разговаривать петь какие-то потешки рассказывать показывать картинки гулять с ним на прогулке показывая окружающий мир то есть это совершенно другой ребенок 5 месяцев что же наш ребенок 5 месяцев как он развивается что он у нас умеет делать я не буду касаться роста веса потому что мы видим что павел нас набирает очень хорошо вес и растет он он у нас на искусственном скармливании вот вес перебирает и здесь уже мы никуда не денемся мы будем его в последующем приводить на скажем так диету ведя прикорм первый прикорм до овощное пюре вот поэтому дорогие мамы конечно вес и рост это физическое развитие ребенка имеет большое значение но они все индивидуальные девочки и мальчики по-разному перебирать нас волнует всегда это перебор веса до избыток веса потому что это дети тогда плохо развиваются в плане плохо переворачиваются плохо начинают сидеть ползать то есть это все у них задерживается избыток веса это всегда не есть хорошо да но мы думаем что наблюдая за нашим павлом мы потихонечку будем смотреть как он дальше развивается в свои дальнейшие месяцы жизни так сколько сейчас весит павел на сегодняшний день он весит 8 килограмм 850 грамм то есть он у нас в избытке до килограмм гест он плюс-минус каждые три часа и в принципе в норме 210 грамм но вообще после 6 месяцев разовое кормление должно превышать 200 миллилитров это я вам говорю вот на на будущее 210 нам не надо и не должен есть нами с вами 33 через каждые три часа должно быть уже вот после пяти месяцев он будет у нас и у вас есть через четыре часа нужно нужно такой промежуток и выдерживать и потихоньку вот в этот режим а его вводить то есть он должен съедать не больше 150 но 200 это максимум закормление и выходить уже на четырехразовое на пятиразовое питание через четыре часа на пятиразовое питание здравствуйте мамы и папы многие жены хотят чтобы их муж был универсальным специалистом сантехником электриком грузчиком плиточником чтобы он был психологом поэтом учитель математики список конечно не полный для семьи неплохо когда жена умеет клеить обои врач и медсестра в одном флаконе поет танцует немного играет на фортепиано список опять-таки не полный у вас такой муж или жена вам круто повезло хотя а может ли он починить компьютер а может ли она приготовить цыпленка табака а не может тогда ищем того кто сможет все есть сервис поиска специалистов называется профи сервис работы трех странах россии белоруссии и казахстане предлагает больше 900 видов услуг которые оказывают больше миллиона больше 2 миллионов 300 тысяч зарегистрированных специалистов специалисты самого разного профиля электрики сантехники репетиторы кого там только нет мастеры по ремонту компьютеров бухгалтеры ветеринары грузчики водолазы курьеры можно арендовать детские товары в общем на ваш вкус каждый день на этом сервисе заказывают более 20 тысяч специалистов в разных городах и странах в общем перечислять можно долго этими заниматься не собираюсь если вам что-то нужно пожалуйста зайдите на профи я думаю там вы найдете себе помощника или специалиста не вопрос ссылка на сайт и приложение профи в описании под видео значит рост вырос тоже так смотрю что я вот его не видела два месяца 65 сантиметров то есть мы видим что ребенок у нас растет у нас набирает вес так и все тянет в рот да то есть для ребенка пяти месяцев характерно то что он уже все хватает хватает все предметы хватает игрушки он этими игрушками что может трясти бросать брать их в рот вот чешет десна потому что многие дети четырех месяцев начинают расти зубы вот но у павла зубов еще нет да я знаю что сегодня павлу сделали вторую вакцинацию кдс да как он вообще вот первая вакцина была месяц назад до получается как он перенес вот потому что одна прививка была не такая болезненная вторая более болезненно вот собственно поплакал два часика вечерком перед сном в целом неплохо температура была только утром 38 и 5 один раз сейчас вы сделали через месяц вторую вакцинацию да ясно это какая-то обычная вакцина или что-то вы обычная вакцина которую я и старшей дочке делала поэтому то есть вы к этому относитесь спокойно да но по сути дела да действительно если ребенок хорошо перенес вакцину первую перенес можно вторую не надо заморачиваться в плане высокоочисленных молекулярных вакцин так это вот пример родителям которые начинают спрашивать и волноваться какой купил вакцину использовать платную или бесплатную ребенок пять месяцев что он у вас умеет делать он умеет немножко разговаривать то есть агу или какие-то звуки издавать уже такие смеется смеется боится щекотки смеется когда его щекотит переворачивается со спины на живот живота нас на спину тоже переворачивается вот со спины на живот лежа на животе есть опора но мы сейчас это все посмотрим опора на локте или на на разогнутый на руки как у вас ползанием пока не ползает переворачивается вы должны понимать дорогие мамы что вот эти все упражнения то что он должен физически как он должен развиваться мы сейчас вот посмотрим у павла ну что павлуша показывай как ты у нас умеешь что-то у нас умеешь делать давай мы попробуем с тобой переворачиваться вот вы видите что он пытается перевернуться перевернулся молодец перевернулся смотрит игрушку можно подальше чтобы он за ней видите следит сразу за игрушкой другую игрушку я ему тоже бросила он за ней следит вот смотри видите он очень хорошо следит за игрушкой так ну что ползем он хочет спать значит ползать многие дети до начинают особенно девочки очень быстро начинают ползать ползать могут быть боком могут быть по пластунски могут быть наоборот задом ползать это чуть позже так наша основная задача чтобы они переворачивались хорошо туда-сюда так чтобы они хорошо держали голову и опора вот видите у него опора на локте нос но но скоро он должен опираться на кисти то есть выпрямлять свои руки никаких ласточек куда-то лететь дети не должны то есть руки должны быть по средней линии и наш ребенок должен учиться брать игрушку с игрушкой мы видели что он умеет играть он умеет ее бросать он тянет ее в рот то есть это очень хорошо все эмоции эмоции есть то есть он и гулит он и смеется он реагирует на чужих наверное если и своих да просто когда я его вот увидела первый вот он меня увидел до была такая настороженность во взгляде потом он понял что все со мной нормально что я нормальная тетка ничего плохое не сделаю несмотря на то что в белом халате то есть он отреагировал на меня нормально так но но на эмоции на голос повышенный голос на интонацию они уже пять месяцев будут реагировать зрение фиксация взгляда обязательно на это обращаем внимание как следит запад за за и вот видишь тянет на себя покрывала фиксация взгляда слух обязательно музыка речь это все должен ребенок воспринимать пять месяцев поэтому мы поем играем с ним ку-ку хлопаем ладоши машем то есть какие-то такие упражнения игры с ним проводим да вот видишь он разговаривает уже с нами дети да есть дети которые в пять месяцев может могут произносить какие-то слоги бама по могут но могут и не произносить вы должны понимать что каждый ребенок это индивидуальность я всегда это говорила и буду говорить и развитие с каждым днем то что он не делал вчера он может сделать вам сегодня поэтому за этим всем наблюдаем если чего-то вам не нравится и вы видите что вас что-то тревожит то что он не умеет чего-то делать может и назад перевернешься товарищ павел может и назад перевернемся давай-ка мы попробуем тряпочки да то есть тактильная чувствительность но здесь важно что безопасная безопасная ткани безопасные какие-то игрушки пузыри у нас полный рот я смотрю так зубы готовятся у нас прорезыванию до игрушку дай ему в руку давай сам берет бутылку держит пытается пытается то есть в этом возрасте они пытаются держать даже двумя руками бутылку да очень хорошо как у нас предстоит дело с режимом дня есть у вас режим дня плюс-минус я никогда не придерживалась вот этого точного режима когда все посекундно-поминутно но в целом как бы я понимаю в свое время он должен лечь спать когда проснуться то есть утром он просыпается где-то часов в семь тридцать восемь мажа вранжа часик погулять может быть полтора это край вот и собственно я просто его укладываю а дневной сон у вас какое время ну утренний с 9 где-то до 12 часов потом он просыпается гуляет вот он наверное гуляет тоже часика 2 погулять ну и все и потом он наверно в два дня он ложится спать то есть у вас два раза дневной сон есть да и он просыпает очень долго а то есть утренний он три часа где-то плюс-минус а вот этот второй он прям длительный может быть либо он разобьется но ненадолго так а в ночь вы в какое время уходите в идеале конечно было когда он ложится в 12 ночи потому что он просыпает 6 часов мы еще все равно не спим он 6 часов спит и в 6 утра он встает вот но последнее время немножко график изменился он засыпает в 9.30-10.30 встает он в 3 ночи либо в 4 папе опять на работу вставать и он не засыпает вот этот вот и папа и сын и в итоге все такие разбитые но зато зато за течение дня выспится павел правда но за это время и мама должна выспаться должна ну дорогие мамы вы должны понимать что ваш ребенок спит и вам нужно тоже отдохнуть потому что впереди ночь да неизвестно как я говорю ночь может быть и матерью и мачехой да вот поэтому обязательно если ребенок спит мама тоже должна отдохнуть на прогулки ходим конечно прекрасно очень хорошо но вы во время прогулки спите или нет то есть тоже спит прекрасно питание он у нас какой смесь ест и у нас уже вот после прививки через неделю через две мы должны вводить своим прикорме первым прикормом будут что кабачки овощное пюре и вот уже сейчас на кабачках мы будем потихонечку худеть я надеюсь что уже три часа каждые три часа кормить манипулы в день не ест и вечером то есть у него есть перерывы когда он ну он наверное в сутки раз пять ну максимум уж это шесть то есть мы будем уже потихоньку переходить на пятиразовое кормление и чтобы уже у нас было овощное пюре одно кормление у нас будет заменено овощами витамин d даете по две капельки даже несмотря что солнце лето мы все равно витамин d с вами будем давать как у нас с купанием любим либо купаться любит купаться прям вообще любит очень долго любит купаться каждый день у нас до выкупаете стараемся каждый день если нет у нас просто либо в маленькой ванночке мы покупаем если есть много времени и он настроение то мы набираем большую ванну и что у большой ванне и мы его держим одежда для брошки какие вы молодцы ничего себе в бассейн их не не записывались еще но чуть позже попозже можно бассейн ходить хорошо огонку поку 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 Паблуша тебе с тобой так не играю к маме переключился, улыбку ей подарил, да, ну давай переворачивайся уже, дружок, тебе не, тебе не интересно перевернуться еще разочек, давай попробуем, видите, я ему помогаю, значит, детки еще в этом возрасте не сидят, поэтому, дорогие мамы, я вас прошу, не присаживаем, не садим ребенка, но получить его мы можем, значит, утром встали, утром встали, да, когда у нас, ну вот мы его перевернули, он перевернулся, так, подожди, ой, ой, пытается, группировка уже есть, значит, он будет садиться, давай попробуем с тобой зарядку сделать, о, раз, давай садимся, садим, группировка, тракция хорошая, видишь, даже не хочешь назад возвращаться, ой, не хочешь назад возвращаться, давай еще, давай, 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 давай еще вот так вот, то есть такие упражнения вы можете делать со своими детьми утром, таких раза 3-4, да, в тонусе, молодой человек, в тонусе, нравится, нравится, ой, ой, не понравилось, что тебя пустило, ну давай переворачиваться, давай опять возвращаемся назад, возвращаемся, молодец, то есть вот такие упражнения, повороты туда-сюда мы можем делать, так, присаживать, вот эти упражнения, тракция, присел, положили ребеночка, тоже мы можем делать это для того, чтобы в последующем он мог у вас сидеть, но сами ни в коем случае, особенно девочек мы с вами не садим, с игрушками играет, может играть сам, то есть он играть может сам, то есть не надо ему внимания, там, чтобы возле него с бубном танцевали, то есть он спокойно может играть сам, действительно, дети могут от 5 до 10, а то и до получаса играться в своих кроватках на полу, здесь самое главное, это безопасное пребывание дома, то есть никаких мелких игрушек, никаких, скажем так, вредных игрушек быть не должно, да, и никаких высоких, что, поверхностей, потому что сейчас они, эти дети, очень активные, туда-сюда переворачиваются, пытаются уже ползать, да, то есть они могут свалиться, поэтому ничего этого, и рядом на пол положили ребенка, да, игрушки безобидные разложили, да, какие-то книжки, какие-то тактильные чувствительности игрушки, там, шелестящиеся, то, да, твердые, чтобы он мог понимать, что это твердое, это мягкое, это... Ой, ну где-то, наверное, памперсов 7. Ну сейчас вот полный памперс у нас уже. Сейчас полный уже, да. Многие мамы спрашивают вот про это вот телеангиоктазии, они рассасываются, у многих детей они при рождении очень хорошо видны, а потом они уходят, вот эти, так, ну вот видите, что есть немножко облысение затылка, это тоже проявление рахита, витамин D мы даем, ну, трется головой, да, и поэтому немножко тут облысение, но лысых такие детей мы с вами нигде не видели, правда? Нет, у него оно было вначале, сейчас уже зарастает. Заживаю, да, зарастают уже волосы, уже все неплохо. Так, что у нас еще интересное такое? Еще эти пятнышки здесь, и на носике родились, все у нас спрашивают, что, почему носик поцарапали, наверное? Нет, это телеангиоктазия, они потихоньку должны рассасываться, за ними наблюдают просто, просто наблюдаем, так? Колико кишечное беспокоит или уже в меньшей степени? То есть уже фактически меньше? Да, вообще минимально. Срыгиваний тоже нет. Срыгивания периодически, он когда поездку, там начинается быть движение. Ой, все, все, надо, наверное, переворачивать назад, ползти пытается уже, вы видите, на себя тянет, все. 5-6 месяцев, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, кишечная колика, срыгивание, да, они потихонечку уходят. Расширяем рацион питания ребенка 5 месяцев, то есть начинаем вводить прикормы, так, если он на искусственном скарме, если на грудном, может быть, ближе к 6 месяцев вы начнете вводить прикормы, так, вот. Ну, в основном, да, основное, это больше общаться, потому что дети в этом возрасте в меньшей степени спят больше, что бодрствуют. Очень любят, да. С сестрой любит, с папой очень любит, больше всего, наверное. С папой любит разговаривать, ему больше ничего не надо. Да, конечно, папа день на работе, его не видит, а вечером новое лицо, и он спрашивает, как тебе папа работалась? Но, тем не менее, я тебя в 5 часов утра разбужу, и ты должен меня носить на руках. На этом мы с вами закончим, дорогие мамы. До свидания, скоро встретимся, ровно через месяц. Придем к вам в гости снова.